Светлого будущего пока мы не видим. Из 43 промышленных предприятий осталось всего 2, которые более-менее можно назвать крупными предприятиями. По весне разобрали полностью главный корпус. Не осталось ни стен, ни предприятия, ничего. Все стабильно, так же, как и было. Потрясений никаких народ не испытал. Все нормально в целом. Ровно, да, ровно. Провинция она такая. Трактор с мощным гидромолотом выбивает реквием по Орскому заводу железобетонных конструкций. Отсюда уже вывезли и распилили на металлолом все оборудование. Осталось только то, что нужно буквально выклевывать из фундамента. Трубы и металл. Каркас предприятия пока еще напоминает ребра какого-то доисторического чуда-гиганта. Но, видимо, и скелету осталось уже недолго. Как водится, он сменил уже несколько собственников, и вот последние хозяева пытаются поживиться остатками. Для тракториста это работа, конечно, но трудового энтузиазма она явно не вызывает. Крупнейшие промышленные центры Оренбуржья доживают последние месяцы. На плаву остаются только нефтеперерабатывающие предприятия. Вот этот вот район производственный, да, он до майки идет, до самой майки, до кладбища. Так вот, майское кладбище уже скоро сюда перейдет, только будет там не людей хоронить, а заводы мы хороним оттуда сюда в город. А может, все ж чины в Госдуме нам врать не будут и поймут, поймут, что весь народ истерзан, что все устали от нужды, что денег нет, и взять их негде, платить за школы, за сады. И нет работы в нашем Орске. Всем предприятиям триндет. Последние годы все идет к тому, что Орск станет одним из самых взрывоопасных городов Южного Урала. У меня крик души к вам, к вам, ко всем. Уникальный для новейшей истории случай. Этот митинг был собран не политической партией, хоть и стоят здесь под красными флагами, а обычными рабочими, которые требуют объяснить, почему руководство Южноуральского машиностроительного завода готовится выставить на улицу более трех тысяч человек. Полчать дальше уже нельзя. Вышло решение вывести на отвал 80 вагонов, и там их порежет. Вы сами понимаете, что это значит для завода. Не на чем будет возить продукцию между цехами. Митинги против закрытия предприятий и протест против пенсионной реформы собирают в несколько раз больше людей, чем в областном центре Оренбурге. Люди чувствуют себя брошенными на произвол судьбы, а те, кто уже на пенсии, обманутыми. Орск – один из самых крупных российских райцентров. По площади, с учетом промзон, он больше многих мегаполисов-миллионников. Расположен практически на границе с Казахстаном, где этот город называют на свой манер. И в переводе с казахского наименование звучит как «плохой город». Видимо, от того, что в 18 веке это был форпост российского государства для защиты от кочевников. А в веке 21 «плохой» вполне можно назвать специфику управления местным производством. Сто лет назад Орск был захудалым сискохозяйственным уездом. Но все изменилось после революции, когда в районе нашли никель. В 20-х подвели железную дорогу, а в 30-х никелевый комбинат дал первые слитки цветного металла. Люди в шоке. Уже у них даже мало надежды, что они и так открытые, говорят, да мы не доживем. Куда и наши накопления пенсионные, куда это все покатится, кому покатится. А тем более, тем более, в нашем регионе, если для молодежи нет работы, а люди, которые 40-45 лет, 50, уже сейчас они не могут найти себе работу. Работы в городе нет. Абсолютно непонятно, где людям искать средства к существованию. Поэтому мы видим невероятную депопуляцию города. Очень много людей работают вахтовым методом, что отнюдь не добавляет благоприятному климату здесь. Поэтому при номинальной численности, в районе 200 тысяч, реально здесь находятся 150-140 тысяч людей. И это в основном старики, женщины и дети. Все мужское население вахтами ездит за длинным рублем. Это все, что осталось от завода ОЗТП город Уорска. ОЗТП город Уоренбургской области. Свелка. ОЗТП – это градообразующее предприятие, которое построило огромный поселок, инструктуру, три школы, пять детских садов. Ну, на этом завод в 2018-2019 году прекратил свое существование, и его разобрали просто-напросто. И семь с половиной тысяч рабочих мест были, так сказать, похерены. Убрали их с города Уорска. И люди вынуждены кто чем заниматься. Кто-то ушел в бизнес, кто-то уехал из города. А буквально вот в 2020 году еще стояли стены зимой. То по весне разобрали полностью главный корпус. Не осталось ни стен, ни предприятия, ничего. Завод остался на том месте, откуда начинался. Два бытовых корпуса, которые сейчас на ладом дышат тоже. Там есть заказы, нет заказов. Люди перебиваются с копейки на копейки. И идет задержка зарплаты. Завод тракторных прицепов. Посмотрите, какой завод. Что сделали заводом. По Оренбургской области идет уничтожение заводов. И никому до этого дела нет. Работы нету нигде. По городу Уорску нет работы. Ни одного станка, ничего нету. Смотрите, вот эта вот котельная. Единственное, что тут вообще на этом заводе в принципе работает. А что там работают люди еще? Да, там люди работают. Афрана сидит вон там, где машина стоит. Вот это все раздолбанное уже. А вот здесь это все цельное. Цельное, да. Да, пошли. А что тут охранять в принципе? Вот эти вот документации беспонтовые. Нет, я не знаю, что они важны. Может какие-то черчежи его. Если бы они были важны так, они их бы уже вывезли. Поверь мне. Давай его. Вот так вот. Остальные силы не понескинем. И он просто будет наблюдать день и ночь, день и ночь. Пока завод снесут. Все равно раньше люди были намного лучше, как в начале. Отдел технической подготовки производства. Смотри, где вот здесь сколько воды. Ребята, если вы в городе видели вот такие вот аналогичные прицепы, да, Сармат называется. Если вы видели вот такие вот автобусы, Надежда, то есть это все делалось тут. Очень крупное предприятие ЮМЗ. Это Южурал Машзавод. Предприятие, которое начало свою работу в 1942 году. И, к сожалению, оно не пережило последних двух лет. В 2019-м оно, как предприятие ЮМЗ, прекратило свое существование. На оставшиеся 3000 человек были сокращены. И на новое предприятие, которое обещали, что будет принято более 1000 человек. В данный момент, по нашим сведениям, предполагается, что работает не более 600 человек. Свалка, свалка и свалка.